Китайский бренд OnePlus не кисло так ворвался в этом году в гонку больших ребят. Сначала показали OnePlus 7 и 7 Pro, а после этого 7T и 7T Pro, причем между ними прошло всего 5 месяцев. А вот сейчас на горизонте замаячили слухи о OnePlus 8 Pro, так давайте же их сегодня обсудим. А если вам интересны новости технологий, предлагаю подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы быть в курсе выхода свежих видосов. Меня зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, поехали! Прежде всего у меня есть вопрос к ребятам из OnePlus. В мае этого года они показали OnePlus 7 и 7 Pro, а уже в октябре, то есть спустя 1, 2, 3, 5 месяцев, они показывают новые флагманы 7T и 7T Pro. Как-то неувязочка выходит, всего 5 месяцев. Топовый флагман, который живет меньше чем полгода, сомнительное решение. Я не хочу сказать, что те, кто ходят с OnePlus 7 и 7 Pro, получили не флагманские устройства. Нет, это не так. Скорее вопрос к китайцам, почему так часто? Да и стоила ли она того? Вот это вопрос. И если ситуация между OnePlus 7 и 7T в принципе довольно понятна, нам завезли 90-герцовый экран, круглую камеру, да и третий объектив, что в общем и целом неплохо, то 7 Pro и 7T Pro все совершенно непонятны. Мне кажется, что у компании OnePlus есть какое-то соглашение с брендом McLaren на выпуск одного смартфона в год. Но ради этого выпускать целую линейку гаджетов решение крайне сомнительное. Тем более возьмем прошлый год, 2018. OnePlus 6 и OnePlus 6T действительно отличаются. Это действительно шаг вперед. Подэкранный сканер, каплевидный вырез. Все это очень приятно, ново и интересно. В этом же году, увы, абсолютно идентичные устройства. Но мой взгляд в этом году необходимости OnePlus 7T серии просто нет. А потом давайте взглянем, что же нам вангуют аналитики на следующий год с OnePlus 8. Кстати, да, интересным является тот факт, что на обычный OnePlus 8 всем в общем целом все равно. Все новости и сливы сейчас касаются только 8 Pro. Конечно же, что для нас самое главное? Когда же его покажут? В этом году презентация была в мае. А значит, в следующем году стоит ожидать таких же дат. Забавно то, что СМИ сейчас вовсю несут информацию о том, что сместится дата анонса OnePlus 8. И указывают промежуток с апреля по июнь. А это как раз таки май. Поэтому новость получается сомнительной. Здесь мне сомневаться не приходится. И искренне верю, что компания OnePlus покажет устройство именно в мае 2020 года. Однако поживем увидим. Сердцем устройства станет 7-нометровый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865, который должны показать уже в этом декабре. По слухам, OnePlus 8 получит 6,5-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления в 90 Гц. OnePlus 8 Pro же получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с такой же частотой обновления. Это же фирменная фишка бренда теперь, да? Куда же без нее? Еще бы оптимизацию батареи завезли, вообще было бы хорошо. А вот теперь интересные вещи. Фронтальную камеру в Pro-версии, скорее всего, разместят в левом верхнем углу в вырезе в экране. Шаг ли это назад? Да, очевидно, шаг назад. Но есть ли в этом какое-то практическое применение? Появилась у меня одна интересная мысль. А может быть в следующем году компания OnePlus покажет нам IP68 с сертификатом? Было бы неплохо, было бы приятно. Да и пора уже. А вот что касается обычного OnePlus 8, пока никакой информации нет. Но чувствует мое техноблогерское сердечко, что мы получим старый добрый каплевидный вырез. По другим приколам у нас не будет никакого 3,5-мм джека, никакой беспроводной зарядки, потому что компания все еще продолжает гнуть линию, что она нафиг никому не нужна. А вот быструю зарядку по проводу ожидаемо прокачают. Будет ли отдельная 5G версия смартфона? Вопрос хороший, потому что в OnePlus 7 Pro отдельная версия была, в 7T Pro не было. Потому что будет дальше? Тоже очень интересно. Но что-то мне подсказывает, что она там и не нужна вовсе, потому как спрос на данную технологию пока не очень велик. По камерам нас ожидает следующая история. Основная, суперширокоугольная, телефото и, возможно, тайм оф лайт. Galaxy Note 10 пока не особо придумал, для чего тайм оф лайт на самом деле человеку нужен, но, возможно, в OnePlus с этим поиграются интереснее. По камерам, судя по успехам OnePlus 7T и 7T Pro, нас действительно может ожидать что-то интересное. И, возможно, OnePlus 8 сможет занять топовое место в рейтинге DXOMark. С другой же стороны, устройство получается в высшей степени посредственным, поэтому нас ждет просто хороший крепко сбитый флагман 2020 года. И еще одна интересная новость для тех, кто любит и уважает бренд OnePlus. Совсем недавно в Твиттере тизернули новости о том, что, возможно, компания представит в следующем году носимый браслет, фитнес-трекер, либо умные часы под брендом OnePlus, конечно же. Насколько это может быть интересным, узнаем немножко позже, когда информации будет больше. И вот, исходя из всего, что я вам только что рассказал, ответьте, какая для вас приемлемая цена за OnePlus 8 Pro? Возможно, это 600 долларов, 800, 1000? Расскажите об этом в комментариях, обязательно все прочту. А на этом у меня все, не забывайте подписаться на канал, нажать колокольчик и заглянуть в описание, там есть ссылки на телеграм и инстаграм. Меня же зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, до связи.